Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня сегодня будет продолжение вот такого цветка. В общем, я столкнулась с проблемой, что взяла трубу не такую, как нужно. Она не держит. Я же 16 диаметр взяла. Она не держит. Цветок нужно, конечно же, уже доделывать, чтобы он хорошо держал. За счет того, что у него серединка тяжелая, плюс еще вот там небольшой тоже бутончик. У меня пока что здесь перемотано вот такой вот ленточкой атласной. Это на случай, если, допустим, перевозить, то, конечно же, его нужно как-то сложить. Просто эту ленточку развязать и сложить трубы. Вот. И за счет того, что у меня цветочек не держался, я перемотала две трубы. Цвета у меня такого уже не оказалось. У меня оказался цвет вот такой. Я сейчас буду второй цветок делать. Это у нас номер белый 600 и номер 590. Блин, фокус не лают. В общем, они хорошо сочетаются. Будет смотреться так поярче, так скажем. Внизу я эти... Вторую трубу я взяла тоже 16 диаметр. Переклеила их вот тут. Гофрированная бумага и вон там полосками. Здесь ленточка, я решила, можем взять под цвет фиолетовый. Будет еще лучше смотреться. Я сейчас еще сюда лепесточки, чашелистики добавлю, чтобы все это покрасивее смотрелось. Давайте с вами будем делать второй цветок. Он у нас будет повыше. И такая идея еще хорошо тем, если, допустим, вы хотите тоже сделать такую композицию из трех цветочков, то неплохо будет. Возьмите просто трубы... Что-то я запыхалась. Возьмите трубы побольше диаметром, 20-ку или 26-ую, и у вас хорошо будет держаться. Мне приходится делать так, потому что мне не держится. Давайте приступим к цветочку. У меня, как всегда, вот такое. Я разрежу сейчас пополам две части. Это от гофрированной бумаги. И так как у меня нет гофрированной бумаги, ой, фольги, у меня нет фольги, придется мне чем-то другим заменить. Я, скорее всего, заменю, сделаю шар из салфеток. Сейчас я посмотрю, что у меня есть. Я нашла вот такой вот шарик. Не обращайте внимания, что он у меня с такими дырочками. Это мы все закроем. Я вставила туда, сделала дырку. Все это клеем взяла. В принципе, все как всегда. Ну, кто новички, я объясняю для новичков. Делаем дырочку, клеим, все туда заливаем и крепим. Шар у меня где-то 10 см диаметром. Теперь будем первый цвет белый берем, потом уже будем вот этот использовать. Будем делать типа пиона, но пион у меня не получается такой, как бы я хотела, желаемый результат. Будем делать, чтобы, конечно, сочеталось вот с этим цветком что-то похожее. Но немножко, наверное, скорее всего, форму лепестков я сделала. Первое, что мы делаем, первую полосочку 10 см отрезаем. Складываем на 4 части одинаковых разделяем. И первый квадратик приклеиваем, закрываем. С вами все шар. Все, шар мы с вами закрыли. Теперь мы начинаем. Вот так я приклеила. Теперь давайте будем вырезать лепестки. У меня здесь три лепестка. Естественно, нам нужно побольше лепесточков. Но сейчас я покажу. Я складываю в два раза и делаю каплю видную форму, как и обычную. Капелька формы капельки мне больше всего нравится. Вот такие три лепесточка получились. Теперь мы их растягиваем по серединке вот здесь. И кончик немножко мы с вами делаем волной. Сейчас покажу. У меня нету держателя для камеры рядышком. Поэтому я сейчас сделаю. Вот такие лепестки получились. Серединку я загнула и волной сделала кончики. Теперь мы с вами вот так вот их приклеиваем по кругу, закрывая опять же серединку. Все, серединку мы с вами закрыли вот такими тремя лепесточками. Вот так вот даже можно сделать. Следите, серединка вообще самая главная. Следите за тем, чтобы у вас серединка всегда красиво смотрелась. Теперь мы берем также полоску 10 сантиметров. Три полоски. Давайте возьмем 3,5 полосок можно сделать. Кто как хочет. И форму делаем такую же каплевидную, но только не делаем вот эти волны. У нас цветок уже будет более плавный. Я нарезала 5 полосок. Теперь делим на 4 равные части каждую и делаем лепестки. И также по кругу продолжаем клеить. Но я сейчас думаю, что я возьму держатель и к вам вернусь. Покажу, как я буду клеить, чтобы вы видели процесс. Здесь белый рулон бумаги на небольшие полоски по 10 сантиметров. Я обклеила все, что у меня было. Лепестки, которые мы вместе вырезали до этого. Получилось вот так. Теперь мы с вами будем делать выше. Это у нас будет серединка. Так, надо клеер разогреть. Теперь я буду брать полоски, делить их на 3 части. На 3, если я потерлю. Ну, думаю, нормально будет. Но не весь рулон оставшийся на 3 части. К тому же буду на 2 некоторые. Сейчас посмотрим, сколько. Пока что я думаю, что я опять полосок нарежу. И давайте сразу вам форму покажу. Лепестка. Видно. Отрезаем. Вот здесь. Вот так. Стараемся прям чуть-чуть, чтобы у нас обрезка была. У нас получается вот такая форма, похожая на капельку. Здесь мы ничего не трогаем. Мы закипаем только вот это. И приклеивать мы с вами теперь будем. Чуть выше предыдущих. Вот так. И у нас получится, что он немножко закрываться будет. И нарезаем штук, наверное, 5 полосок. Я нарежу пока что. Обклею, потом посмотрим. Ну, даже можно, давайте, даже 10 лучше. Потому что здесь один ряд займет только 5 полосок. Здесь я сделала первый ряд. И сделала я вот так вот. Как бы он закручивается один под другой. Как так сделать? Первое, тут вообще, первое, что нужно. Когда мы приклеим первую, самую, мы ее приклеим от серединки. Чтобы нам последнюю подклеить под первый, последний под первый лепесток. И потом уже приклеить первый. Второе, второе, что нужно, чему нужно следовать. Когда мы вырезаем с вами лепесток. Я сейчас буду делать второй ряд вместе с вами и покажу вам. Чтобы самой тоже потом не забыть, если мне нужно будет сделать такой же цветок. Смотрите. О, растягиваем мы только вот кончик. И получается, что... Так, это у нас первое получается будет. Наносим только вот здесь. И когда мы начинаем клеить, видно? Мы растягиваем основание. Вот не прям клеим, как обычно, просто. А начинаем растягивать. Чуть выше предыдущего ряда. Растянули. И получается, если мы не растянем, он ляжет ровно. Если мы растянем, он идет вот так немножко. Но здесь уже второй ряд не дает ему так лечь. Давайте еще раз. Я сразу вырезаю и сразу клею. Почему-то мне так нравится больше. Мне не нравится здесь вырезать, потому что все обклеить. Вот, растягиваем. Блин, я не знаю, где времени. Наносим уже на второй лепесток. Я наношу три слоя. Вот так вот вытягиваем. И на половину захлеста... Половина захлеста у нас идет на... Приведущий лепесток. И он получается вот так уже. Можно вообще туда куда-нибудь выехать. Вы уже сами смотрите, как вы хотите, чтобы они у вас лежали. Так, предыдущий захлест обязательно. Ай, горячо уже. Вот так. Следите, чтобы у вас здесь они не выпирали. Чтобы предыдущий ряд был все-таки чуть пониже. Все. И теперь мы с нахлестом делаем еще один ряд. Так, следующий, следующий, следующий. У нас получится типа пион. Из белого рулона у меня получился вот такой пион. Я его загнула, взяла ручку и вот так закрутила вовнутрь, чтобы он был более закрученным. И теперь я нарезала. Сейчас вы мне покажите. Второй рулон я нарезала. И также буду приклеивать, только чуть ниже, чтобы его распускать. И пиончик будет, ну не пиончик, а цветок на пион. Я не знаю, похожий или нет. Я старалась, конечно, но цветочек будет готов. Я сейчас все приклею и вам покажу. Так, сейчас. Ой, только не падает, только не падает. Переворачиваю его. Загибаю я лепесточки после того, ручкой, как я уже сделаю все приклею. Не сразу, а сначала приклеиваю, а потом уже все это мелко гибаю. Я хотела сделать полностью розовый, ой, белый. Но потом передумала. Смотрю, как это будет выглядеть. Вот, отлично. Ну да, похож на пиончик немножко. Необычный цветочек получился. Мне нравится. Все, переворачиваю. Можно еще третий рулон сделать с бумаги. Но это уже будет слишком, мне кажется, тяжеловато. Именно для моего цветочка. Сейчас приклею, все вам покажу. Также по кругу. Я их соединила. Буду оставлять также в два. Высота почти под мой рост. Метр шестьдесят. Он даже, ну да, чуть поменьше. Чуть поменьше. Листики я загнула все. И в принципе все. Цветком я довольна. Вот так он смотрится. Можно разъединять. Можно соединять. В любом случае, здесь можно чем-нибудь закрепить руки. Он стал устойчив. Ну что, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. Этот мастер-класс вам был полезен. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.